Сыны Кореевы, псалвом учения, письма о царе. Так начинается. Цари бывают разные и братья и сестры. Мы из Писания знаем, стоит Самуил и народ просит царя. Самуил говорит, он лучшее у вас что сделает? Себе заберет. Сыновей, дочерей, скот, будут у него работать ваши сыновья. Дай нам царя. Даже Соломон, тот царь, который много сделал, выводить бытность, серебро не считалось за что-то ценное. Но когда он умер, помните, к сыну его пришли и говорят, облегчи его. Даже те, которые Бога боялись, и то трудно, потому что много-много что цари делают. А что говорить за наших царей? Я имею ввиду царей, которые не касаясь, может быть, вопросов сегодняшних дней, а в общем, тот, кто хочет царствовать над нами. Красивые рекламы висят, завлекая жизнь, молодежь завлекая. Там так все красиво нарисовано. Там здоровые молодые люди улыбаются, обещают что-то. Это тоже свое царство. И туда обращаются взоры некоторых. Хотя иногда и правду пишут. Знаете, извините, но я такой фрагмент о царях тоже, о царях. Волк за трибуной стоит. Ну, нарисована такая картина. И много-много овец. Пришло его послушать. И он говорит, что если вы меня выберете, то обещаю, каждый день будем есть шашлыки. Не стесняются цари, не стесняются. Даже вот так. А ведь один только царь не просил, не забирал, не наступал, не отбирал. Один царь мог склониться у ног предателя, набрать воды и мыть. Один царь, это наш царь. Это царь, царство Божие. Он мог, увидев проблему в человеке, который 38 лет лежит и никому не нужен. Он нужен нашему царю. Он найдет его, он его поищет. Я прочитаю с Деяния апостолов, с третьей главы. Мысль, братья и сестры, которая с недавних пор для меня стала очень дорого. Я очень переживаю, чтобы ее выразить понятное. Деяния апостолов, 3.20. Это Петр проповедует в храме. Да придут времена отрады от лица Господа. И да пошлет он предназначенного вам, Иисуса Христа. Среди нас, которые давно верующие или недавно, есть люди несчастные. Те, которые боятся признаться самому себе, что у меня жизнь не ладится. Нет, не в целом в устройстве жизни, а я внутри себя не могу понять. Я теряю цель. Я людям проповедую и говорю, что жизнь хорошо, с Богом прощает грехи. Но оставшись там один на один, я задаю себе этот вопрос. Мы ходим в город на благовестие, мы проповедуем людям. Мне один брат рассказывает, собрали большое, ну вернее, организовали большую группу благовестия. Обошли многое, что объявляли. А в зал пришел один пьяный человек. И мы решили проводить, не проводить. Программа готова, большой оркестр. И сидит один среди большого зала в клубе человек. И решили программу от А и до Я провести. И так и провели. Но он руку тянул во время собрания. И брат, как положено, говорит, у нас вопросы принято после задавать. Но вот после собрания, какой у вас вопрос? Он поднимается и говорит, у меня вот один вопрос. А вы сами верите, что вы говорите или нет? Друзья, ведь, когда приходится нам сталкиваться с той или иной душой, и человек, видимо, вроде бы благополучен, а он начинает о своих переживаниях. Нет, не о грехах речь идет. О том, что он несчастный, даже будучи верующим человеком. Да неужели вот в этом Царстве Божьем, там, где царь лучше всех царей, прекраснее всех цанов человеческих, в этом Царстве могут быть несчастные люди? Друзья, я в это не верю. Мне видится, что чего-то мы не поняли. Может быть, чего-то мы не сделали или чего-то мы не приняли. Такого не может быть. Друзья, и причина только во мне, не причина в Царе нашем, не причина в Царстве. Апостол Петр говорит, придут времена отрады, придут в вашу жизнь. Друзья, а кто-то скажет, а я давно последний раз радовался. Давно, очень давно. О каких временах? А времена это не порыв. Времена это надолго. Времена это навечно. Я хотел бы для начала кратко сказать три мысли. Что сделал наш Царь для того, чтобы нам было хорошо. Написано в послании к евреям, кроплением очистил совесть нашу от порочных дел. Как бы удачно ни слаживалось в моей жизни, а если у меня на совести камень, я никогда не испытаю радости. Никогда. Мне показали храмы, которые построил один человек. Не один. Довольно-таки красивые, большие соборы. Кто-то даже оценил, сказал, сколько он вложил в этот храм. Ну, мы проезжали мимо одного. Богатый человек. А я говорю, знаешь, у меня мысль такая. Вот однажды, когда ударит вот этот колокол, и раз, и другой, то он там из-за больших заборов в сердце все равно слышит слово «виновен». Вот что можно мучению сердца? Как можно очистить совесть? Для нас Господь Иисус Христос очень много подарил. Он освобождает совесть нашу от порочных дел. Друзья, это великая благодать испытать порощение и прикосновение крови Иисуса Христа к совести порочной для очищения ее. Вы знаете, вот иногда за внешней видимостью, вернее, за внешними проявлениями такая видимость благополучная. А что там скрывается? Я как-то в лагере подростковом шел по тропинке, и стояла группа девочек, подростков. Признаюсь откровенно, иногда хочется обойти, обойти, потому что, ну, могут что-то сказать или какая-то неловкость произойти, но уже не тот случай был, я пошел мимо. И вот одна рассказчица, которая громко рассказывала там о чем-то, я не слышал, когда я подошел ближе, стала еще громче рассказывать. И знаете о чем? Ну, я понял, что она как-то отреагировала на мое присутствие, что у нее очень хорошая жизнь, что она приходит в два часа ночи домой. А у меня мысль была такая, ну, раз она для меня рассказывает, то я постою и послушаю дальше. Я встал, в кругу там девочки стоят, и я стою. И вы знаете, она нисколько не смущаясь, рассказывает, что она там знакома с тем или иным, что у нее там то. Ну, я стою, знаете, на правах как будто бы приглашенного. Стою, молюсь, думаю, а что сказать? Неужели человек ничего не понимает? Вот, видимо, красивая жизнь. Стоят твои подружки меньше ростом и возрастом и думают, точно хорошо, наверное, хорошо. Вот здесь правду рассказывают, а в палатке обманывают. Ну, так, наверное, могут думать. Ну, вот она-то выговорилась, а у меня время тоже было послушать. И замолчала, ну, и все так стоят, друг на друга смотрят. Я ее называю по имени, говорю, слушай, ну, будь честный, расскажи своим подругам сейчас, как часто ты ночью плачешь, когда на душе тяжело, когда у тебя камень лежит, когда все вот то, что тебя не видит, ты им расскажи. Вы знаете, я удивился. Она опустила голову и сильно зарыдала. Но я подумал, что это удачный случай уйти. И я ушел. Друзья, ведь сердце не обманешь. При, в общем, видимых благополучиях, а ведь сердце просит, оно тоскует. Кстати, через три года мы с ней встретились в лагере. Она уже была в молодежном лагере, ну, как-то два года не видел. И она тогда рассказывала правду. Она была уже членом церкви, было все хорошо. Друзья, нет смысла прятаться, нет смысла. Ведь у нас хороший, добрый царь. Он знал, что нам будет очень трудно. Тогда, когда будет осуждение совести, когда будет угрызение совести. Он знал это. Поэтому он пришел для того, чтобы умереть, чтобы в царстве его было хорошо. Чтобы ты получил свободу, чтобы ты вздохнул полной грудью, чтобы ты поднял глаза и родителям своим или близким смело посмотрел. Вторая мысль. Любовь Божья излила в сердца наше. Ну, это то, что дает. Это послание римлянам 5-5. Друзья, в целом мы по себе люди, скорее всего, недобрые. Но в целом мы недобрые. Знаете, я как-то удивлялся. Часто, когда в самолете летал, думал, что стюардессы, наверное, чуть-чуть верующие. Ну, может, в регистрированное собрание ходят. Но вид у них не очень. А улыбчивые такие, добрые. Пока однажды не получилось самое первое место мне было. А тут они рядом. И один пассажир такой, кто призный, часто вызывал. Там, то пить ему хотелось, то еще что. Но открыть ему надо было. Ну, немножко, наверное, был не в состоянии правильном. И вот она вежливо ходит, ему улыбается, возвращается. А вот когда возвращается, она все про него рассказывала своим подругам. Что она думает, какой он есть, какой он нет. Все рассказывал. И я думаю, что, в принципе, за хорошую получку можно улыбаться. Можно улыбаться. Или там же за какие-то еще привилегии. Ну, а ведь когда это все тебе никто не видит, тогда ты говоришь правду, ты показываешь, какой ты есть. Друзья, Господь наш не так делал. Вот красота Царства Его. Что в этом Царстве существует любовь. Нет, братья и сестры, у нас бывают разные моменты. В целом, в наших церквях, молодежи, разные. Но это не в общий фон. И нам приятно говорить о том, вот апостол Павел о себе говорил, вернее, о нем писали, Саввл, дыша угрозами. С ним страшно встречаться было. А потом, а потом он напишет, при первом моем ответе никого не было, да не вменит им Господь греха. Они же передают привет от этих братьев, которые его не поддержали на суде в Риме. Это любовь. Вот позапрошлое Рождество настало. И я проснулся, наверное, часов 6 утра. И заметил, что на пороге стоит большая коробка. Большая коробка, красиво, обвернута бумагой и с большим бантом. Бант на ней. Но я понял, что это не мне, точно не мне. Ну и не стал брать. И вот дети стали просыпаться. И они просыпаются, и кто-то увидел коробка. И все бегут, откуда, со своей комнат проснулась. Какая-то коробка. И вот разговаривают младшие. Говорят, а кто коробку принес? У меня. Я говорю, я не знаю. Я спал, ничего не носил. Один говорит, я знаю, это Дед Мороз. Ну, Дед Мороз. А вот поменьше, говорит, не Дед Мороз. Это не Дед Мороз. Дед Мороз нас не знает. Не знает. И вот они решают, кто принес. А мне самому интересно. Ну, я понял, что не Дед Мороз. А кто, не знаю. Все собрались, помолились и занесли коробку. В этой большой коробке для каждого из моих детей было поменьше коробка подписана с их именем. Там были довольно-таки дорогие игрушки, конструкторы и всякие-всякие вещи. Каждый брал свою коробку, которая тоже была красиво оформлена. Бант. И вы знаете, и мне любопытно стало, кто это сделал. Ну, так как-то. Никто не доставил ни автографа, ничего. Я подозревать стал одного брата. Ну, и звоню ему. Приветствую, приветствую. С праздником. Как дела? Хорошо. Ну, как утро началось? Ну, я спрашиваю, когда спать, Лех? Он говорит, хорошо, утро началось. У нас на заборе, на крючке висит большая коробка. Висела большая коробка. И там каждому из детьми подарки. Я понял, что я не попал. Не попал. Они знают, что? Не знаю. Ну, я перебираю членов церкви и ищу, кто привез коробку. Звоню следующему. Также поздравляю вступление. У них тоже коробка. Я звоню в четвертую семью. И там тоже коробка. Братья и сестры, я до сих пор не знаю, кто это сделал. Но это кто-то сделал. И мы не знаем, кто это сделал. Всем семьям, где есть дети, привезла была, порог поставлен, это нигде ни собака не схватила, не зацепился за забор. Нигде. Как-то очень аккуратно все получилось. Но я, в общем-то, братья и сестры, не за коробку. Скажите, а где это может быть? Это может быть в царстве Божьем. Там, где Господь учит, где любовь и злилась, там, где есть эта благодать. Третья мысль. Написано, что мы имеем дерзновение. В послании Иоанна написано, явиться перед ним в день суда. Братья и сестры, вот мы сейчас живем в трудное время. В наш регион, в трудное время. И переживаем много трудностей. Я заметил, знаете, какую одну особенность в нашем времени? Я по себе признаюсь откровенно. Неудачно поступил я. Бывает крепко неудачно. Раньше, может быть, я этого не заметил бы. Ну как, заметил бы, встал бы на колени и помолился. Господи, прости, там, я обидел кого-то. А сейчас так не получается. Сейчас хочется поправить положение, потому что ты не знаешь, что будет с тобой через, может, даже минуту или две. Тогда, когда ты подъезжаешь, и стоят разбитые машины, горят. Тогда бегают военные вокруг тебя, тебя проверяют. Езжай назад. И ты понимаешь, что если бы ты ехал ровно на минуту раньше, то, братья и сестры, а ведь великая благодать, поправив положение перед Богом, мы смело смотрим в вечность. Смело. Таких примеров много у нас есть. Я на своем пути встречал и пожилых людей, и молодых людей, которые в вечность уходили легко. Это то, что сделал для нас наш царь. Рассказывает за Пивнева Давид Андреевич, есть такой служитель, пожилой очень. Когда его инсульт ударил сильно, и дети, у него большая семья, молились за него. Молились, чтобы Бог его поднял. И Бог милость для них явил такой. Он опять говорит, папа в церковь везем, мы рады, в машину посадили. И так получилось, говорит, что мы вышли, он вышел с машины, и первый раз идет в молитвенный дом за несколько месяцев. Там встречают члены церкви, улыбаются. Сзади мы, большая семья, кто как подъехал, тоже улыбаемся, рады. А он, говорит, сделал несколько шагов, поворачивается, поднимает палку, такую костыль у него, говорит, намолились, да? Намолились. Я бы уже по золотым улицам ходил, и без этого костыля. Друзья, я говорю, почему так все просто? А это благодать, которая есть в Царстве Божьем. Друзья, но все-таки, то, что я сейчас сказал, думаю, что ни для кого это не новость. Мысли знакомы, похожи, и мы в этом хорошо знаем. А в чем же причина? Он для нас столько сделал, мы столько имеем, а вместе с этим посмотришь на лица. Знаете, я вот внимательно в собраниях смотрел, за вами. Внимательно смотрел, ну и проповеди слушал тоже. А вы, наверное, кто-то мог меня видеть и кого-то. Братья и сестры, как вы думаете, у нас больше счастливых лиц здесь? Вот так вот. Или больше таких, которые грустных. Как вам кажется? Ну давайте не будем отвечать, завтра посмотрим. Друг на друга. Хор на вас, а хор туда посмотрит. Но я однажды несколько делал экспериментов. Я записывал, кто грустный, сильно грустный. Но я не за грустный, братья и сестры. А ведь мы, кто-то посмотрит на нас, говорят, быть верующим в Царство. Вот там на бигбордах лучи рисуют. Там ВОК правду рассказывает, там или что-то еще. А ведь мы... И вот какая мысль, братья и сестры, стала мне дорога. Мне видится, что мы теряем много, теряем много, не понимая одной мысли. Вот смотрите, апостол Павел, посланник филиппийцам, пишет так. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу. Помните такое место? Вот бывало такое, нам кто-то хорошо сделал, и я писал открытку, письмо писал или писал СМС. Я часто это место упоминал. И я знаете, что имел в виду? Я знаю человека, и, к примеру, у него болеет жена. И мне кажется, что я ему даю это пожелание, чтобы Бог восполнил всякую нужду, и чтобы у него жена выздоровела. Или у него покаялся сын или дочь. И я имею что-то в виду. Я имею то, чтобы Бог исполнил в его жизни. Но, братья и сестры, в принимательном чтении в этом тексте мы видим, что восполнит всякую нужду по богатству своему. Знаете, как восполнит? Христом Иисусом. Павел говорит, пусть в вашу жизнь Христос придет. Вот если Он придет в вашу жизнь, Он в ваши нужды усмотрит. Написано, как Бог, даруя нам Иисуса Христа, с Ним нам не даст и всего. Молодежь, у меня мысль такая, я переживаю в последние дни, сталкиваюсь, вижу, что это причина нашей грусти и того, что мы не понимаем, что мы мало знаем Христа. Что я не живу жизнью. Вот помните, апостол Петр как говорит? Как от божественной силы Его, дарованное нам все, потребное для жизни и благочестия. Вот все, у нас сегодня нужды, а Писание правее нас. Говорит, что нам все даровано через познание, кого? Христа Иисуса. Вот оказывается, если в моей жизни есть жизнь, если я познаю Иисуса Христа, в моей жизни разрешаются все узлы. В моей жизни получаю ответы на все вопросы. Друзья, знаете, кто-то путает познание Христа и познание воли Божьей. Вот часто молодежи вопрос, как познать волю Божью, выборы работы, профессии, спутника жизни. И мы где-то пытаемся искать. Молодежь, ну проблема в том, что я мало знаю Христа. Вот сколько я рассуждаю о Нем. И апостол Павел, посланник Ефесянам, говорит, я молюсь в первой главе, чтобы Бог вам дал Духа премудрости и откровений к познанию Его. Милые мои друзья, если мы сегодня будем молиться, чтобы Бог дал нам Духа премудрости и откровений и познания Христа, да наша жизнь преобразится. Преобразится. Как-то мне звонок поступил, и я по звонку понял, кто звонит. Но знаете, как бывает? Бывает, сильно радуюсь, кто звонит, а бывает по-разному. У меня было по-разному. Человек, он сдалека приехал, с дальнего зарубежья, и я приблизительно знал, о чем мы будем говорить, потому что мы уже об этом говорили. Там и пресс-фитер не очень, и дьякон, и реген, и все, 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 тяжелые вещи. И вы знаете, я молился, я как раз был в рассуждениях вот на эту тему, и поехал на эту встречу. Он приехал в наш город. Помолились, и разговор. Понимаешь, брат, тут я без всякого, но вот меня... Я говорю, послушал 2-3 фразы, понял, что мы идем по той же теме, по той же колеи. Я говорю, слушай, подожди, у меня сейчас вопрос есть. Вот я сейчас рассуждаю о Христе. Ты можешь мне посоветовать? Может, я проповедь когда-то скажу? Вот ты мне скажи, Христос закон исполнил или не исполнил? Ну, он переключается сразу со своих. Конечно, исполнил. А вот скажи, когда, если человек прикасался к мертвому, ну, просто человек по закону, он какой становился? Молодежь, какой он становился? Нечист. А если человек прикасался к прокаженному, какой он становился? Нечист, да? А если прокаженный к нему прикасался? Мертвый не может прикасаться? Прокаженный может. Какой? Нечист. А вот Христос прикасался к прокаженным? Молодежь прикасался? Прослушали, да? Христос к прокаженным прикасался? А к мертвым прикасался? А? Ну, давайте вспомним, к кому он прикасался? К Лазаре... Где написано, что он к Лазаре... Девочку, которая 12 лет, помните, взял за руку даже. Или прокаженный... Хочу... Если хочешь, можешь меня очистить. Вот я ему эти вопросы задаю и вам их задаю. А Христос становился нечист? По закону. Вот здесь труднее, да? И вот у меня этот вопрос. Я говорю, слушай, называю по имени. Ну, рассудим. Давай рассудим с тобой. Да не, ну он не мог быть нечистым. Ну, подожди, ты сказал, что тут... По закону. Друзья, и вот мы начали рассуждать на эту тему. Я смотрю, время. Время в мою пользу идет. В мою пользу. Уже час прошло, два. И когда мы закончили рассуждение, он говорит, я говорю, давай помолимся. Помолились. Я говорю, ну, давай дальше теперь. Он говорит, у меня вопросов нет. У меня вопросов нет. Вот смотрите. У человека была проблема. Он находился в Царстве Божьем, но у него была проблема. Как выйти из этой проблемы? Начать рассуждать о Христе. Братья и сестры, это не через силу. Написано, что Бог дал Духа при мудрости и откровении. И сразу куда-то делась проблема. Братья и сестры, я в сердце говорю, что там проблема решилась. И решил ее совсем не я. Я не давал ему никаких советов. Мы просто рассуждали о Царе нашем. И разрешились вопросы. И душа исцелилась. Ну, кстати, одна минутка, да? Две минутки. Христос чистым оставался или нечистым становился? А? Ну, чистым. Мы как-то больше... А почему? На каком основании? Даже можно больше. Смотрите, какую тему развить. Это практически совет молодежи, как мы можем рассуждать о Христе. И я думаю, нам интересно это будет. А если Христос прикасался к нечистому, нечистый какой становился? Чистый. Прокаженный очистился. Девочка живая. А если живая, значит чистая. А почему Христос чисто оставался? Ну, мы не можем допустить мысль, что Христос становился нечистым. Правда, да? А почему? Вот в книге Левит есть три вещи, которые, соприкасаясь с нечистыми, оставались чистыми. Кто вспомнит? Семя, сеющиеся в землю. Помните? Если даже к чему нечистому прикоснется, остается чистым. Христос о себе говорит, «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно». Он есть семя, сеющиеся в землю. Поэтому, прикасаясь к нечистому, семя всегда оставалось чисто. Источник. Он говорит, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Он тоже оставался чист. И колодец. Ну, это мы отступление от темы. Молодежь, мысль такая. Я понимаю так. У нас не получится сегодня много, обварить. И даже я приду домой и почитаю Евангелие. И может, у меня много мыслей. Но если я начну молиться, «Господи, дай мне Духа премудрости, откровений к познанию Тебя». Наша жизнь преобразится. Это, знаете, это уже проверено. Знаете, вот проблема не девается. Если Христос придет в мою жизнь, Он восполнит нужду мою. И, может, я чего-то в жизни своей не получу. И мне останется эта проблема, но у меня в сердце не будет никакого недоразумения. За Николая Петровича Храпова мы были в Азии. И братья с нами ездили. Спросил я рассказать. Они готовились тогда к юбилею, который был в прошлом году. Столетие. Какой-то фрагмент из жизни. Он говорит, такой фрагмент, вот новый, немножко в архивах, так поискали свидетели. И когда последний срок судили Храпова Николая Петровича и еще братьев, то, когда уже был приговор им объявлен, подошла судья женщина, которая вела этот процесс и говорит, все, что хотите попросить, я принесу, чтобы ваши родственники вам передали, я вам передам. Ну, вот что можно попросить? Ну, что попросить? Николай Петрович взял карандаш, который она дала ему, и листочек, и написал виноградный сок и булочку. Она прочитала, удивилась, ну, другое бывает, просит, что это, пошла, отнесла. И вот пакетик, быстро сбегали родственники, или там верующие, и несут этот пакет. И в это время становится перед этой судьей человек штатским, говорит, нельзя, не положено. Она его отодвигает и говорит, я здесь старшая и главная, я судья, я могу делать, что хочет. Он ее не пускает. Она все равно его отодвигает и идет и отдает. И вот эти несколько людей в штатском, у них какая-то смута идет. Николай Петрович достает хлеб, подавает его и говорит, Господи, Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. Вмолстил елеем голову мою, Чаша моя преисполнена. Друзья, скажите, что разрешились их проблемы? Что ему на свободу выпускают? Он идет в тюрьму, вернее, по скитаниям в зону, откуда больше не вернется в свой дом. А откуда у него есть это ликование? Ведь проблема не разрешилась, она осталась у него, но он говорит, Чаша моя преисполнена. Друзья, вот это значит, что Бог восполнит всякую нужду Христом и Иисусом. И мне кажется, что часто мы, часто мы похожи на одну бабушку, я вам расскажу, за эту бабушку. Ну, не внешне, но по сути. Когда наши братья ходили и благовествовали, но это не наши именно, оно и ваше тоже, где-то на севере. На краю села заброшенный дом, зашли, там кто-то шевелиться начал. Я говорю, бабушка, все у Бога, все побито, холодильник на боку лежит, там кошка, простите, живет, ну, все такое. Потолок прохудился, беседует, проповедует, я говорю, ну, как же вы в таком состоянии? У вас есть родные, близкие? Есть, у меня сынок есть. Хороший сынок у меня есть, хороший. А братья, я говорю, с какой он? Хороший, с Элиси мать живет в таком положении. Он мне, говорит, постоянно присылает открыточку, пишет, всякие календарики там шлет, красивые в бумажечке, а живет в Англии. Живет в Англии. Простите, в Германии он живет. Один братик смекнул, похоже, кто помоложе был. А можете открыточки показать? Бабушка приносит вот такую пачку денег, но не рублей, а евро. Братик, я взял, я в жизни столько не держал, сколько не работал. А это все календарики, крыша течет, есть нечего, пенсия маленькая, сын хороший, внимание оказывает. Братья и сестры, мне кажется, что мы часто, ну, простите за это слово, часто, ну, я его пусть, пусть не часто, но мы похожи, ведь мы имеем Христа, Иисуса, и нам дано пользоваться. Написано, что через Него, через познание, даровано нам все потребное для жизни. а я слаживаю, прячу, убираю, достаю старую картошку с интернета, да, там, что еще, у меня жизнь, мне плохо, кто-то порадует, кто-то внимание, братья и сестры. Вот, пусть Бог благосовит, и, конечно, каждый из нас имеет вот такое желание, верю, у каждого желание быть хорошей жизнью, чтобы хорошая жизнь. Мне нравится Давид. Он пришел на поле сражения, помните, да? Видит Голиаф, кричит. Он возмутился, а что он раскричался? А кто ему разрешал? Оказывается, все слушали, а он, знаете, он в негодование пришел. Вы знаете, он мог бы взять прощу, он же далеко стоит, а врача далеко стреляет, из-за людей, ну, там, за камня где-нибудь, попробовать попасть, да, в него. Раз, не попал, ну, пусть кричит, может, попаду. А вот у него не было такого, для него это не проблема. Для него Голиаф не проблема. Он приходит к царю, пошел спрашивать, а ему старший брат говорит, а что ты пришел? И старший брат говорит, я знаю дурное сердце свое. Как вы думаете, Давид всегда таким хорошим был? Всегда таким смелым был? У него всегда в жизни, он никогда не грешил, Давид. И Голиаф говорит, я знаю дурное сердце. Как вы думаете, если он льва и медведя трепал, неужели он старших братьев не трогал? Я не знаю. Но в трудный час, в трудный час, Давид говорит, грехов юности, не вспомини, правда, да? Не вспомини, грешил по молодости. Нет, в целом муж веры. И Бог говорит, он по сердцу мне. Друзья, а в чем по сердцу? В чем по сердцу? А по сердцу, вот так у него по-разному было, и братья там, что-то с ним не ладили, и он может с ними, и что-то могло быть, но когда он увидел, для него это не проблема. Для кого-то просто там, кто-то крикнул, и нам страшно, но я не в образе буквальном, а в духовных вопросах. Вот сегодня многие выходят и хорошо делают, и говорят, Господи, помоги, дай мне сил бороться с грехом. А у Давида не было проблемы бороться с грехом. Ну, я имею в виду, как Голиаф. Он пришел опять ко мне, говорит, что будет? Он даже удивился, ты на собаку идешь. Он его обидел, да очень сильно обидел, а он по-другому с ним не разговаривает. Друзья, знаете, в чем причина? Как мне видится? Он говорит, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я. По тебе томится плоть моя. Вот он как раз жил жизнью по знанию Бога. И когда он жил этой жизнью, то у него и сила, у него и смелость, у него и благородство. Тогда, когда мог врагу отомстить, он сказал, не подниму руки. А откуда он стал таким, Давид? Друзья, да он, как мы, в юности ошибался до тех пор, пока он не понял, что есть сокровище, есть Иисус Христос, но я образно нашу жизнь перевожу, который, который дает нам все потребное для жизни и благочестия. Все. Который восполнит всякую нужду нашу. Итак, друзья, нам надо будет помолиться. Ну, знаете, есть один момент. Почему сегодня молодые люди падают? Мне как-то поступил звонок, и я поехал. И вот, я вам сейчас ситуацию рисую. Молодая сестра, ну, она уже сестра, она покаялась и готовится к крещению, хотя пришла с мира. И очень все хорошо. Ну, мысль какая? Уже перед самым крещением один человек, который, которым мы не дружили в школе, ну, так говорят, первая любовь. Ну, есть такие вещи, которые очень ценные для человека. Нашел ее, хотя ей уже порядком возраста, ну, там, к 30 ближе. И нашел ее и говорит, я живу, ну, он нашел ее там через какие-то пути и говорит, что я приеду к тебе. Живет в Америке, большой бизнесмен, говорит, я всю жизнь мечтал, и я рад, что ты не замужем, я за тобой приеду. И вот ее сердце раздвоилось. Ну, представьте, вот, она к Богу пришла, а тут все это вот, и вот он, он приезжает, богатый человек. Я тебя беседую с ней и думаю, вот ничего не буду говорить, мне интересна ее реакция. Вот она делится своим переживанием, борьба сильная. А этот человек, я тебя забирать приехал. Все решено, вот, я тебя забираю, поехали, будешь жить в Америке, все будет хорошо. Ну, я говорю, а что ты решила? Она помолчала, помолчала, говорит, знаешь, Саша, трудно, мне очень трудно, но Иисуса Христа я люблю больше. Я выехал с этого дома не переживая. Он очередной раз приехал на дорогой машине к ее дому, она говорит, извини, я люблю Бога, уезжай. Друзья, это можно сказать только тогда, когда Иисус Христос для меня ценность. Есть такое слово, не скрывай лица твоего от меня. Может быть, мы сегодня, друзья, в Царстве Божьем, и мы понимаем, что это драгоценность, а лица Божия я не вижу. А знаете, почему Бог скрывает лицо? Написано, твоим очам не свойственно смотреть на беззаконие. Вот, на таких общениях, молодежь, мы выходим сюда и каемся. А почему мы каемся? Ну, кто-то, знаете, я переживаю, бывает, часто люди каются, думая, что вот этот процесс не понят душой. Человек не живет жизнью познания, не молится, что Бог дал дух откровения, премудрости. Надо каяться тогда, когда ты поступил с согласным для других, когда об этом знают другие. Надо, чтобы ты выразил позицию по отношению к тому беззаконие, от которого Бог скрыл лица. Бог отвернулся, скрыл лица. А как его увидишь? Да и дрожать будешь не только от Голиафа, да от любого будешь дрожать. И шататься будешь. Молодежь, Бог дает нам хорошую возможность, хорошую возможность сейчас, поразмыслив о жизни своей, поправив свое возхождение, сказать, Господи, хочу быть в царстве. Ты единственный тот, кто все сделал для того, чтобы мне было хорошо. Все остальные забрать хотят. Все хотели, чтобы что-то от меня иметь, а ты пришел. Друзья, благослови нас всех, молодежь, чтобы молиться нам последние дни, жителям последних дней. Может, это такая фраза уже общая такая. А мне верится, что так оно и есть. Чтобы мы могли познавать Бога. Могли познавать. И вот я скажу с опытом, тот, кто пошел этим путем, тот вышел из кризисов своей жизни. Все до одного из кризисов. Благослови, Господь, нас.